На России продолжается хаос и разруха, а большая вода и дальше топит россиян. Так в этом выпуске вы увидите, как в Приморском крае прорвало дамбы и там была объявлена эвакуация, как вооруженные силы Украины освободили село Свердликово в Курской области, как тонет бурятия после прорыва дамб, как жалуются белгородцы на ответные удары и многое другое. Так в Приморье в Дальнереченске произошел прорыв дамбы, из-за чего была объявлена срочная эвакуация. Вода быстро затапливает районы, и в некоторых местах плюс один метр за час. Вот что происходит, когда московский режим вместо того, чтобы строить нормальные дамбы, тратит деньги на нападение на другую страну. Примерно метр двадцать метр где-то, или пак. Илья Анатольевна, вам предлагается эвакуация на утреное размещение. Вы хотите туда поедать? Нет. На улице Майской проводим работу по информированию населения об необходимости эвакуации на пункт рейда размещения. После улицы Майской перенесли на улице Банджару. Вы должны эвакуировать. Я сейчас предлагаю вам эвакуироваться на пункт рейда размещения. Есть желание? Тем временем вооруженные силы Украины смогли освободить населенный пункт Свердликово в Курской области. Местные жители не ожидали, что будет такое внезапное освобождение от московского режима, и сейчас, видимо, мы очень довольны. В кровь стреляла, летела, свистела. Я не могу передать страх, ужас и вообще. Наверное, ночь у нас началась и вообще. Конечно, люди пооставались. Пожилые не повыезжали. Бабушка напротив нас, 87 лет, не выехала. Никола Дарина. Там много осталось, не выехало вообще людей. В подвалах сидят и с детьми, и детки. Тогда же нам поменьше, конечно, осталось. Сейчас нам сказали, кто-то сказал, через кого-то узнали, что идут бои в Дарьино. Теперь напавшим на Украину россиянам почему-то становится страшно. Ведь они просто хотели убивать украинцев, не получая ответку, но что-то пошло не по плану. И жить страшно, и работать страшно. Каждую ночь мы вообще не спим практически. Вот сегодня шла на работу, дрон надо мной летал. Ничего, надо искать какое-то дерево или кусты падать под него, и все. Ну, а укрытия нету, где укрытия по дороге, укрытия-то нету. И затруднительно, потому что фирмы не хотят сюда ехать. Мы налетаем, сколько уже людей погорело в машинах из-за дронов, очень много. И наших местных жителей погорело. Автобусы ходят как попало, потому что все боятся. Все заложено мешками. И вот окна, там же торговый зал, посмотрите, тоже мешками заложено. Какой у нас выход? У нас выхода другого нету. Никуда не уехали, а куда нам ехать? А зарплаты не раскатываются? Денег у нас нету, чтобы ехать. Жилья нам не предоставят никакого. А что бы хотелось? Какую поддержку хотелось бы, чтобы вам указали? Чтобы война закончилась, чтобы нас больше не сбрасывали ничего. Нам больше, наверное, ничего не надо. А пока россияне пытаются захватить больше территорий в Украине, у них Китай восток забирает. К примеру, рыбаки в Приморье жалуются на жителей Китая, которые переходят границу и ловят рыбу сетями. Вот эти вот граждане, вот они. Вот раз и два. Почему? Зачем вы сетки ставите здесь? Сетки, иди снимай сетку, я тебе сказал. Я сейчас пойду машину твою засниму и позвоню, и тебя вон там остановят. Давай бегом. Иди снимай сетку. Ну как не надо так делать? Мы тут рыбачим у нас в стране, и китайцы берут у нас и ставят тут сетки какие-то. Что рыба, все, нельзя сетки ставить. Тем временем российский военный озвучил срок жизни российского штурмовика. Штурмовики живут от одного до трех дней в среднем. Кому везет, живет дольше. Кому не везет, не живет. Лично это видел своими глазами. Первый раз продержал все 10 часов. Потерял друзей. И всех друзей ранен. В Челябинске потопы продолжаются. В некоторых местах перекапывают дороги для отвода вод. А по Миасу до сих пор течет мазут. Масляные пятна текут по реке Миас. Вот, пожалуйста, смотрите. Со стороны автозавода. Не факт, что это автозавод. Возможно, где-то в частном секторе вылили масло. Это безобразие продолжается с пол седьмого. Сейчас уже 9 часов. Иж два с половиной часа. Вот видите, какие ошметки. Это и масляные. Вот это безобразие радужное направляется все в сторону Парикарповского пруда. Самое такое темное находится напротив домов заречья. Там расширение идет, и все туда стекает. А теперь посмотрим, при какой разрухе живут россияне. К примеру, жители Брянска показывают дороги, которые московский режим довел до ужасного состояния. А Краснодар скоро получит медальку, как город-свалка. Терпеть и ездить по такой дороге. Ямы, колеса уже замахали сделать вместе с подвеской и машинами. Хоть кто-нибудь, пускай обратит внимание. Город Москва, прокуратура желательно, чтобы увидела, какие ямы. Власти, может быть, вы ответите, или наведете порядок. Это месяц уже. Это просто жесть. Такого никогда не было. Никогда. У нас что, машины резко все закончились, или люди не хотят работать, или денег кто-то не платит. Мы же платим за выпас мусора. Почему мы вот это... Тем временем, Бурятия продолжает тонуть от прорыва дамбы, и вода постоянно поднимается. Это просто жесть. Олеж, бри посередине. Ужас, ужас, бедные люди. Да, 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 да. стелить игрок, я спать пришел. Все, считай, отрезано от мира со всех сторон. Кто в город поедет, через 90-е легковая не проходит. Вода 50 сантиметров на трассе. Объезд только через гортов. Участки стою. Пипец воды. У нас тоже угол в твоей комнате подтопило. Не знаю, там выше полов, не выше полов. Если домой не заходил. А так, вон, все обширные дали. Гараж тоже в воде у нас. Вон туда шикам. Вон туда шикам. Банагирный. Перекрыть железнодорожный переезд за Играева. Все машины стоят. А в Ростовской области, в поселке Красный сад, озадачено цветом воды в канале. Там сетуют на московский режим, который снова сбрасывает в воду химикаты. Канал за тоннелем, запах непередаваемый. Вопрос, что сюда сливается, а главное кем? Красный сад. Чуть-чуть светлее, хотя нет, почти такая же. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.